Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Я от всей души приглашаю вас на мастер-класс, который будет посвящен развитию платежных систем, финансовых сервисов, в ходе которого я с огромным удовольствием расскажу вам, как работают банковские пластиковые карточки, как они появились, из чего они состоят, безопасны ли платежи с использованием банковских карт, а также расскажу о том, как работают мобильные финансовые сервисы в Республике Казахстан, в Билайне. Здесь хочу сказать, что мы лидеры, по сути, в развитии данного направления в группе компаний «Евразия». Я расскажу о том, как работает карточка Билайн, как происходят переводы, как работает Google Play Market, много-много интересного, поэтому с огромным удовольствием приглашаю вас посмотреть и узнать что-то для себя нового. Мне кажется, что мастер-класс будет интересен не только для профессионалов, но также для всех, кто интересуется развитием инновационных технологий сегодня. Приглашаю вас всех. Спасибо. Коллеги, спасибо огромное, что пришли. Во-первых, я понимаю, что сегодня пятница, скоро выходные, поэтому буду рассказывать громко, медленно, интересно о том, что происходит в мире мобильных финансов, платежей и так далее. В первую очередь представлюсь. Меня зовут Сергей Коптик, родом из Белоруссии. Надеюсь, 1 января мне исполнится 46 лет, если ничего не произойдет. Сразу отвечу на вопросы, которые чаще всего задает аудитория. Да, я женат, у меня двое детей. Что я хотел сказать еще о себе. До того, как я пришел в Билайн в прошлом году, я работал в таких международных платежных системах, как ВИЗА, более шести лет. Я руководил развитием продуктов по региону СНГ и страны Юго-Восточной Европы, где Казахстан у нас был всегда в тройке самых любимых стран, которые я посещал с огромным удовольствием. Правда, никогда не имел возможности приехать в Астану, был всегда в Алмате. Вот, много слышал об Астане, поэтому решил потом свою жизнь поменять, переехать в Астану. Работал в компании Мастеркард, где руководил бизнесом по развитию Республики Беларусь. Работал в банковской группе Райфайзен, где руководил банковскими карточками. Короче, 20 лет моей жизни было отдано карточному бизнесу. А так как финансовые сервисы это где-то, наверное, трансформация, эволюция, новый переход от банковских карт, поэтому понятно, что было интересно заняться, конечно, и финансовыми сервисами в Билайне, как элемент трансформации Билайна как таковой. Сегодня у нас будет много интересного. Сегодня у нас меню из трех блюд. На закуску у нас сегодня плато из платежных систем, что-то мобильное в движении и АРФ непонятное, но очень полезное. Я, кстати, сразу хочу попросить сделать объявление о том, что попрошу убрать детей до 18 лет от ваших голубых экранов, поскольку сегодня в презентации будет использоваться много слов, стоящих из трех и более букв. Хорошо? Сразу предупредил. На горячий у нас сегодня бесконтактный суп NFC и смартфон в терминале под соусом Pay. Отличный соус, отлично подходит к любому гарниру и горячим блюдам. Ну и на десерт, безусловно, у нас вишенка от МФС и печенье с предсказаниями. Это ваши вопросы, мои ответы. Постараюсь ответить на все. Если на какие-то вопросы не смогу ответить, сейчас отвечу обязательно позже, но обещаю всем всегда отвечу. Помимо того, что сегодня кто присутствует у нас здесь в штаб-квартире в Астане и я их угощаю конфетами из Республики Беларусь, качественные, произведенные по ГОСТу. Всем коллегам на линке, на связи, на ютюбе могу передать, что это хорошие качественные конфеты. Тут немножко рекламы белорусского производства. Воспользоваться случаем, но тем не менее, у нас сегодня помимо этого будет небольшая викторина. Это чтобы было интересно и чтобы вы все оторвались от смартфонов, планшетов, компьютеров и так далее, внимательно слушали то, что я буду сегодня рассказывать и успешно ответили на вопрос викторины. А вопрос очень простой. Мы, как сказал, мы занимаемся МФС, мобильные финансовые сервисы. Вопрос такой. Сколько в 2017 году уникальных абонентов Билайна в Казахстане воспользовались услугами МФС? То есть сделали хотя бы одну транзакцию, связанную с финансовыми сервисами. Ответа можно высылать джайв. Аудитория, которая находится у нас здесь в столовой с нами, можете отправлять мне смс-ку на номер плюс семь, три семерки, семь, семь, три, два, ноля, тридцать семь. Смело высылайте. Ответ будет в конце. Сразу скажу, не высылайте, пожалуйста, ответы более или менее чего-то, конкретную цифру. Сразу дам маленькую подсказку. Цифра это шестизначная. О чем сегодня говорил Михаил Герчук? Да, действительно, количество абонентов, которые хоть раз в 2017 году воспользовались финансовыми сервисами МФС, составляет шестизначное число. Сколько? Я жду ваших ответов. Всего хотелось начать. Маленький экскурс в историю. Откуда пошли банковские карты, карточки, расчеты и так далее. Мы не будем ходить далеко в Римскую империю, когда в Египет, третье тысячелетие нашей эры, когда рассчитывались ракушками, камнями, чем только ни попадя рассчитывались. В начале 20 века все началось в 1914 году, когда в Америке впервые на маленьких картонных бумажечках банки начали давать небольшую информацию о клиенте. Это были не кредитные продукты. Это было просто подтверждение того, что банк гарантирует, что клиент кредитоспособен, и на эти бумажечки по сути рассчитывались в ресторанах и в магазинах. Как я сказал, они доставивались из картона и выдавались всем посетителям магазинов и ресторанов. Тем самым был уже тогда заложен первый элемент создания так называемой программы лояльности. Магазины и рестораны предполагали, что эти люди с этими картоночками вернутся к ним снова, сделают покупку. В 20 году из этих чистых как таковых карточек появились так называемые грязные карты. То есть карты начали приниматься на бензозаправках, оплата бензина. И карты уже стали не картонные, а металлические. Что интересно, эти карты впервые была использована методология, которая используется и до нашего времени на ваших картах. Если вы сейчас достанете ваши зарплатные карты, вы увидите, что цифры на них выдавлены. Так вот стандарт шрифта Фарингтон 7b используется еще с тех времен, по сути. Он тогда уже был создан и до сих пор используется при эмбассировании, то есть выдавливании номера карты, фамилии, имени, срока действия на банковской карте. Но встал вопрос, как их принимать? Да, они металлические, да они выдавлены, но как их принимать как таковые? Для этого были впервые изобретены так называемые импринтеры. Вы не помните, я помню. Я когда начинал карточный бизнес в 2000 году, поверьте, тогда еще не было посттерминалов, не было тех самых уникальных аппаратов при оплате бесконтактных и так далее. Были машинки, на которых клались листы бумажки, это были четыре листа бумаги, которые копировали друг друга, на которые закладывалась карточка, которая вот так машинкой прокатывалась механически, но обязательно из магазина должен был продавец позвонить в банк, провести так называемую авторизацию, проверить, есть ли у клиента деньги. Потом эти бумажки собирались, отправлялись в банк и после этого происходили расчеты. А в 46 году сразу после войны в той же Америке была впервые введена такая система называлась Charge It. Это по сути магазин собирал расписки от клиентов о том, что он оплачивает вот такую сумму, да, за оказанные товары, услуги и так далее. Дальше магазин отправлял эти расписки в банк и банк соответственно перечислял деньги магазину и ресторану. И в 49 году впервые появилась идея, да, у двух замечательных людей о том все-таки как встать между магазинами и банками. И первая платежная система, которая на тот момент была самая массовая, называлась Diners Club. Именно слово Diners, да, было использовано от того, что все это началось именно в ресторанах, закусочных и так далее. Это была первая система, когда они начали выдавать карты. Карты были тоже и уже на пластике впервые. И это была первая система, которая была создана. После этого уже появились наши известные на весь мир сегодня самые крупные платежные системы. На сегодняшний день самая крупная платежная система в мире это Visa. Это более двух миллиардов карт, выпущенных по всему миру. Это огромное количество банков. И для того, чтобы банки стали членами Visa, да, они должны подписать лицензионное соглашение на право использования и так далее. У Visa все банки делятся на две категории. На так называемые основные или принципиальные участники и ассоциированные участники. То есть это те банки, которые не имеют собственного процессинга, но работают под другими банками. Например, в Казахстане таких банков, принципиальных, да, участников системы намного меньше, чем банков, которые работают под ними ассоциированные банки. Вторая система в мире про распространенность это компания Мастеркард. Мастеркард это, по сути, она создалась в конце 60-х годов. Были две платежные системы. В Америке существовала Мастеркард и в Европе Еврокард. Если кто-нибудь когда-нибудь видел такой логотип, буква Е, где посередине была не палочка, а язычок такой красненький, да, это была эмблема системы Еврокард. Потом они объединились. Но до того, как они объединились вместе, и та, и другая компания создали еще один бренд, который называется Maestro. Наверное, многие видели, да, карту Maestro. Вот это был бренд, который, по сути, принадлежал двум платежным компаниям. Мастеркард из Америки и Еврокард из Европы. Когда они слились, бренд стал принадлежать одной платежной системе. Дальше, по распространенности это China Union Pay, которая у нас тоже в Казахстане принимается, и японская компания Japan Credit Bureau. Помимо этого, безусловно, еще есть платежные системы American Express и т.д. То есть платежных систем на самом деле очень много. И хотел сказать о чем. Главная функция этих платежных систем – это предоставление доступа к быстрой сети осуществления электронных платежей. Например, в той же компании Visa, только представьте себе, да, 2 миллиарда карт, в секунду обрабатывается 65 тысяч транзакций. Я когда был в Америке, мы были в штаб-квартире, мы видели один из процессинговых центров компании Visa. Да, это огромнейший ангар серверов. Таких центров по миру у Visa всего три. Вот под Сан-Франциско находится такой, это огромный ангар просто. Потому что такое количество транзакций надо обрабатывать быстро. Помимо этого, транзакции осуществляются через спутник, да, и даже когда вы с нашей карточкой, да, из Казахстана приезжаете, например, на Гуа или в Новую Зеландию, да, вся обработка операции составляет не более 15 секунд. Просто представьте себе, да, как быстро связь передает транзакцию из Новой Зеландии через визу в банк, который выпустил эту карту здесь и возвращает обратно ответ, да, что операция одобрена. Это проходит практически за секунды. Что не делает платежная система? Это не банк, ни в коем случае. Они не выпускают сами платежные карты, они только предоставляют банкам возможность эти карты выпускать и дальше их процессировать. Платежные системы не устанавливают комиссии, которые берутся с клиентов, да. Например, я достаточно часто слышал, когда, например, берется комиссия, да, с клиента за обслуживание карты. И некоторые банки говорили, да, там в том числе комиссия, которая берет платежная система виза. Так вот, виза комиссии с клиентов не берет. Она берет только комиссию с того банка, который эту карту выпустил. И, безусловно, платежная система не выдает кредиты, да. Кредиты не выдаются. Что, как она защищена, эта банковская карта, да. Вот у многих она у вас есть. Хотел просто показать. Если, например, взять карту, например, виза классик, да, и поднести ее в ультрафиолет, то вы увидите как минимум три элемента, которые светятся только в ультрафиолете. Например, на карте виза классик это будет летящий голубь. Это повторение голограммы как таковой. На самой карте всегда номер стоит из шестнадцати цифр. Причем первые шесть цифр это уникальный идентификатор каждого банка. Последнее время у компании виза и мастер-карт начинаются какие проблемы. Да, сейчас расскажу, это было очень интересно. Все карты виза начинаются всегда с цифры 4. Все карты мастер-карт начинаются с цифры 5, все карты мастер начинаются с цифры 6. Но в связи с тем, что как математик математику, да, массив цифр из шести, массив из шести цифр, да, он конечен. Поэтому недавно совершенно компания мастер-карт, например, начала выпускать уже новые бины, те самые шесть цифр, которые начинаются с цифры 3. То есть теперь можно встретить карты мастер-карт начинающие с цифры 3. Дальше идет идентификатор клиента, то есть это по сути то поле, которое банк присваивает уникально для каждой карты, и проверочное число стоит в самом конце. Что обязательно есть на карточке всегда, да, вот на этой карте, например, билайн-карте, да, здесь, например, голограмма находится на обратной стороне. То есть допускается по дизайну размещение голограммы «летящий голубь» на визе, на оборотной стороне карты. Обязательно есть название банк-эмитента, обязательно есть срок действия, чип и, как я сказал, карта эмбассируется. Когда эти карточки выходят с завода, на них уже находятся определенные элементы для того, чтобы избежать подделок карты. Очень часто, например, вы в мире слышали о том, что есть мошенничество, да, так называемое с картами и так далее. Это когда мошенники, например, переписывают ту самую магнитную полосу, наносят на нее другие данные, да, или так называемые дампы, которые могут быть украдены, да. Например, когда вы приходите в ресторан, да, и, например, кладете свою карточку, чтобы рассчитаться, что обычно мы делаем, да, принесите терминал прямо сюда мне, правда? Кто не делает, скажу сразу, да, это риск. Поэтому огромная просьба, когда в ресторанах, например, вы расплачиваете или в магазинах, не выпускать никогда карту из своих рук, потому что чаще всего, что делают мошенники, сейчас расскажу, только ради бога, не используйте на практике. Пока официант, да, забрал ваш чек, ну, с чеком, да, и с карточкой, куда-то пошел. А что происходило? У мошенников есть такие маленькие устройства, на которых он, по сути, пока идет, он уже скатал данные карты, и у него они остались. Дальше он может переписать все параметры карты, в том числе и трехзначный код на оборотной стороне, что, в принципе, достаточно для того, да, если он еще знает ваш номер, для того, чтобы делать и коммерс-операцию. Поэтому никогда карты не выпускать из рук. Всегда просить ресторана, просить посттерминал прямо на стол. Но это элемент безопасности, который связан непосредственно с использованием карты. Как я сказал, в самой карте очень много таких элементов. Как работает сама платежная система виза, хотел вам сказать, здесь, наверное, я остановлюсь чуть поподробнее. Основные участники этой платежной системы. Это, безусловно, сама виза, которая обрабатывает все-все-все операции. Это банк, который эту карту выпускает. Второй участник, это тот банк, который обеспечивает прием карт. И не всегда эти два банка одинаковые. Например, у нас, например, в столовой стоял посттерминал банка X. У нас с вами карточки банка Y. Вот банк X, который поставил терминал, это так называемый банк Эквайер. Банк, который выпустил карту, это банк Эмитент. И все операции, которые проходят между терминалом и банком Эмитентом, они проходят через платежную систему виза. А наша столовая, безусловно, называется тот самый мерчант, который принимает эти карты. Это все основные четыре участника этого процесса. Что появляется здесь? Вообще, всегда стоит вопрос, а на чем вообще банки зарабатывают? Вот банк Эмитент, на чем он зарабатывает? Он зарабатывает на так называемой межбанковской комиссии. Это тот самый случай, когда мы расплатились в магазине. Магазин заплатил комиссию банку Эквайеру, номер процента 3. И вот из этой комиссии возникает так называемая межбанковская комиссия, которую банк Эквайер отдает обратно банку Эмитенту. Эта комиссия может быть разной. Она устанавливается для разных продуктов. И у визы, у мастер-карда есть продукты более низкого класса, более высокого класса. Эти размеры ставок, они всегда разные. От небольших до более высоких. Но в чем интересно? Именно за счет вот этой межбанковской комиссии и возникает та самая интересная фишка, которая есть у карточек, в том числе у нашей карточки Билайн в Казахстане. По ней полтора процента кэшбэк возвращается. Так вот большая часть, весь кэшбэк финансируется банком, который выпустил вот эту карточку за счет того, что он получает то самое межбанковское вознаграждение, получившее через систему виза от банка Эквайера, получил себе. Иногда бывает ситуация, когда банк, например, начисляет кэшбэк по другим операциям, то есть не получая комиссию межбанковскую. Например, происходит, например, в том случае, когда, например, банк Эмитент и банк Эквайер – это один и тот же банк, например, банк Коском в Казахстане. У него огромная сеть торговых точек, подторговых терминалов, у него большая эмиссия. Карточка ходит сама в себе, никакой межбанковской комиссии не возникает, но он все равно начисляет или гоу-бонусы или кэшбэк. Он таким образом стимулирует этим кэшбэком использование карты для безналичных операций. Кэшбэк никогда не начисляется за снятие наличных денег и средств. Никогда. Потому что, в отличие от, как я сказал, операции безналичной оплаты, когда мы идем в банкомат чужого банка, знаете, например, за снятие денег в чужом банкомате, не по карте Билайн, скажу сразу, по карте Билайн бесплатно в любом банкомате Казахстана, но если вы, например, идете с картой другого банка в другой банкомат, там берется комиссия. Работает обратная схема, когда банк, чей банкомат, наоборот, получает комиссию от того банка, который выпустил карту для того, чтобы компенсировать свои расходы, в том числе на инкассацию, на связь, на амортизацию банкомата и так далее. Вот, в принципе, так вот эта вот бизнес-модель и выстраивается. В чем, здесь сразу хотел упомянуть момент какой, в чем интересны именно наши мобильные финансовые сервисы, где, по сути, это тоже счет абонента, да, здесь у нас счет карты, хотя у нас уникальный, да, продукт в том, что у нас объединен, да, и карта, и баланс мобильного телефона, но баланс находящегося на карточном счету, и баланс это источник денег, да, то есть то, к чему мы имеем доступ, с которого можно платить. Так вот, если компания Visa, когда устанавливают эти межбанковские вознаграждения, тем самым она вынуждает банки идти в магазины, в мерчанты и ставить там более высокую комиссию, то у нас такого вознаграждения нет межбанковского. Соответственно, мы являемся более гибкими в том плане, что мы можем для любого мерчанта поставить комиссию, исходя из доходности наших операций, не принимая в расчет те самые межбанковские, которые есть платежных систем Visa и MasterCard. Если мы посмотрим еще раз на бесконтактную карту, это была уже как бы следующая итерация. Мы уходим от карт, которые только с чипом, магнитной полосой, справа были карточки только магнитные, потом появился чип, следующая итерация были карты бесконтактные. Что интересно, хотел рассказать. Я был много раз на заводах, которые производят вот эти карты. Далеко не любой завод может такие карты производить. Только сертифицированный завод, это по сути как производство денег. Монетный двор, то есть только те, кто прошел все этапы безопасности, проверку безопасности производства и так далее. Так вот, на самом деле это не пластик, это огромное количество слоев бумаги. Просто спрессованная и залакирована таким образом, что ощущается как пластик. Поэтому, называя карту пластикой, мы конечно так и говорим, пластик, но на самом деле это огромное количество слоев спрессованной бумаги. На каждый слой он имеет свое предназначение. Самый верхний слой карты любой, это идет ламинация. Внутри, как показано здесь, это вкладывается, например, бесконтактная антенна, которая связана с чипом. Если бы вы видели, например, такую карту прозрачной, то вы бы видели здесь чип, а вокруг по периметру карты шла антенна, которая и позволяет делать те самые бесконтактные платежи, когда мы просто карточку не вставляем, а просто подносим ее к посттерминалу, тем самым инициируя операцию. Такие бесконтактные системы называются, у Visa это PayWave, у MasterCard это PayPass, у American Express это ExpressPay, но по сути все они работают на одной и той же технологии по одному и тому же стандарту. Причем у Visa и у MasterCard есть правило, когда можно приложить карту, но не вводить пин-код. Многие из нас, да, даже когда в Казахстане рассчитываемся, нам всегда кассир предлагает расписаться на чеке, да, прикладывая бесконтактную карту на определенную сумму, мы можем не расписываться и не вводить пин-код. Такое тоже есть, допускается у платежных систем на определенную сумму. Это быстро, и очень интересное развитие это получает тогда, например, когда необходимо срочно рассчитаться быстро, например, заправка, да, очень интересная тема. Машина, открывается окошко, никуда не надо выходить, карту приложил, да, деньги списались, поехал, заправился, поехал, да. Это так, как работает бесконтактная технология, да, у банковских карт. Но дальше пошла следующая эволюция, да, просто пластик с бесконтактом, это интересно, но что будет дальше. А дальше появились, наступила эра смартфонов, и платежные системы начали думать о том, как использовать так называемую технологию NFC, не Phil Communication, для того, чтобы по сути эмулировать платеж с этой карты, да, но не самой пластиковой карты, как вы поняли, да, это многостойная бумажная карта, но делать ее непосредственно из смартфона. Была разработана технология NFC, которая позволяет считывать данные, которые находятся от передатчика на расстоянии буквально несколько сантиметров. Один из таких примеров я показал здесь, да, это Samsung Pay. На самом деле, сегодняшний день есть Apple Pay, есть Android Pay, есть Samsung Pay. Я уверен, что очень скоро будет Vion Pay, да. У нас уже в Казахстане мы сейчас запустили бета-версию MFS-ной апки, да, которую мы тоже назвали Beeline Pay, заранее забронировали это название, на тот случай, что мы знаем, что одной из итераций, да, развития этой MFS-ной апки будет в том числе возможность примерно такой же бесконтактной оплаты со смартфона, через приложение и так далее. Это мы идем и видим, как будет развиваться дальше, но Beeline Pay, по сути, уже сегодня существует и можно скачать приложение, потестировать, посмотреть под Android и под iOS. Но у Samsung Pay есть одна интересная особенность такая, которой нет ни у Android Pay, ни у Apple Pay. Это так называемая эмуляция магнитной полосы. То есть, если есть, например, терминал, который пока не принимает бесконтактные карты, такие есть. Сто процентное покрытие в том же Казахстане будет до 1 января 2020 года, но сейчас пока еще есть. Но тем не менее, даже в терминалах, которые не принимают бесконтактные платежи, можно Samsung Pay было оплатить, это когда идет так называемая эмуляция магнитной полосы, да. Что такое считывание магнитной полосы в платежном терминале? Это стоит маленькая магнитная головка, как когда-то стояла, если кто помнит, вы, наверное, не помните, я помню, магнитофоны, да, кассеты маленькие. Магнитная головка, да, по которой считывалась магнитная лента проходила, да. Так вот, точно такая же магнитная головка стоит в любом платежном терминале. И когда идет прокатка магнитной полосой, да, точно так же, как кассета Sony EX90, да, считываются данные с магнитной полосы. Так вот, Samsung Pay сделал, что они эмулируют, по сути, сигнал аналогичный тому, который происходит и передается на вот эту магнитную головку в платежном терминале, когда она считывается. Это есть только у Samsung Pay. Что происходит? Человек добавляет, по сути, в приложение Samsung Pay, на совместимом смартфоне, он туда добавляет карту. Причем, карту он может сфотографировать, да, может ввести ее данные и сохранить там. Данные карты, как таковые, тут же в приложении Samsung Pay превращаются в токен, и они не хранятся в открытом виде, ни в коем случае. Нету никаких комиссий, во-первых, да, нету никаких дополнительных платежей. На одном смартфоне можно ввести, предстоит обеспеченные ограничения, до 10 разных карт, когда человек может загрузить туда до 10 карт и, по сути, выбирать, какую карту он будет платить сейчас, какую карту он будет эмулировать при совершении оплаты. И что очень важно, для совершения оплаты не нужен интернет. То есть все это может работать в оффлайне, непосредственно общаясь смартфон, когда прикладывается к посттерминалу, да, происходит обмен информацией и передается сигнал от смартфона на терминал и дальше по той же схеме платежную систему на авторизацию. Человек просто проводит по экрану телефона, снизу вверх выбирается карта, да, для того, чтобы активировать приложение, человек вводит пин-код, который он установил, то есть все как работа с картой, да, как таковой, и просто подносит этот смартфон к посттерминалу. Дальше все работает, как обычная операция по банковской карте. Когда в России в прошлом году было запущено Android Pay, на сегодня, поверьте, огромнейшее количество людей начинает платить смартфонам. Интересно, да, любая новая технология, она всегда интересна. И когда приходишь в магазин, да, и просто прикладываешь смартфон, всегда у кассира обычно огромные глаза, да, например, такие, как у нас сегодня в Астане у водителей эко-такси, когда я им говорю, что буду платить балансы Beeline. Он говорит, а что, можно? Я говорю, ну вот сейчас покажу, увидите, как это работает, да. Когда работа показал, это ему уже нравится, да, но это новая технология, которая, я думаю, что она завоюет очень скоро достаточно большую популярность. Когда они придут к нам в Казахстан, честно скажу, не знаю. Потому что коммерческая, огромная коммерческая тайна. Они не раскрывают даты выхода. Есть предварительное ожидание того, что, может быть, Samsung Pay появится до конца 2018 года. И нам, конечно, было бы очень интересно сделать Samsung Pay хороший проект и вместо карточки, да, по сути, там предоставить возможность платить прямо с Airtime-баланса. Но если Samsung Pay не придет, Beeline Pay мы сделаем быстрее, чем сделает это Samsung Pay. Да, Samsung Pay просто будет нечего делать на рынке Казахстана. Когда будем мы. Безопасно ли, да, при оплате? Очень часто, знаете, возникал такой вопрос, вообще безопасно ли, да, вот эти платежи, бесконтактные платежи. В прошлом году, летом, было очень много публикаций в прессе о том, что, может быть, кто-нибудь из вас читал, в метро ездят люди, которые притираются или прислоняются к другим людям, да, с некими девайсами, пытаясь скачать данные с бесконтактной карты, да, которая находится у человека в сумке. Честно скажу, это полная чушь, да, как таковая. Потому что для того, чтобы скачать эти данные, да, нужно находиться очень близко к самой карте. То есть для этого надо, как минимум, обладать, как минимум, рентгеновским зрением, чтобы знать, где у тебя находится эта карта, да, здесь, здесь, сумки, да, где-то еще. Если она у тебя там вообще, эта карта, никто не знает. Расстояние до карты должно быть минимальным просто. И самый главный момент в том, что даже скачав эти данные, гипотетически, абсолютно, да. Мы проверяли у себя, когда работал в мастер-карде, в виде не получалось ничего. Но было заявление, что британские ученые, когда идет оплата бесконтактно, да, рано как с бесконтактной карты, особенно и в Samsung Pay приложении, как я сказал, карта не хранится, идет токен. Вот каждую отдельную транзакцию генерится проверочная криптограмма, которая уникальна для каждой конкретной операции. То есть вот это все подделать невозможно просто. Поэтому платите бесконтактно, когда появится Beeline Pay, Samsung Pay, платите, привязывайте карту. Поверьте, это безопасно. Главное только не теряйте свой телефон. После того, как мы подумали о том, что Beeline Pay это интересно, да, хотел рассказать о том, что такое финансовые сервисы, да, и почему мы, понимая, да, как работают платежные системы, как устроено, кто является участником этих систем, банки-эквайеры, мерчанты, держатели карт и так далее, мы теперь это все перекладываем на экосистему мобильных финансовых сервисов. Чем мы, как в отличие от платежной системы, чем мы не занимаемся? Скажу честно, мы не оказываем финансовые сервисы. Теперь расскажу почему. Потому что работа с электронными деньгами, да, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Картел и Beeline, да, как мобильный оператор, мы делать это не можем. Поэтому, когда вы слышите о том, что у нас есть много мобильных финансовых сервисов, да, я покажу чуть поподробнее чуть попозже, да, все, что мы делаем по сути клиентам, мы им просто продаем электронные деньги. Для того, чтобы все это работало, да, и функционировало, у нас стоит очень мощная система Абертюр, поставщик компании Абертюр, платформа, которая, по сути, является тем самым аналогом процессинговой системы, которую я показал в Визе. Да, пока у нас это не ангар серверов, но когда у нас будет 8 миллионов активно платящих абонентов, у нас будет тоже, я уверен, целый этаж, придется, наверное, выделять под сервера, к этому придем. Я думаю, что и свой спутник запустим Beeline на орбиту, благо Байконур здесь недалеко, я видел за углом. И, безусловно, у нас есть партнеры, которые привлекают этих мерчантов, да, то есть вот так построена технологическая платформа. Есть мы с нашими витринами, MFS портал, аппликация и технологии платежей, SMS, UCSD и так далее. Есть платформа Абертюр и есть внешняя компания, которая привлекает мерчантов, и это та компания, которая зарегистрирована в Национальном банке Республики Казахстан, как платежная организация, она имеет право это делать. Она имеет право ввести расчеты по электронным деньгам и непосредственно расчеты с торговыми точками, с банками и так далее. Мы это делать не можем. Если посмотреть сегодня на экосистему MFS, финансовых сервисов в Казахстане, то, как вы видите, основывается все, безусловно, в основе всего лежит баланс мобильного телефона, да. Это тот самый кит, на котором все строится. И ради чего все это строилось, да. На нем стоят три основные элемента. Безусловно, это платформа, о которой я рассказал, платформа Абертюр, которая позволяет нам заводить все вот эти сервисы, да, и делать операции. Безусловно, это замечательная команда, да. Команда, которая работает над созданием этих финансовых сервисов. И это наши продукты. Из них я бы хотел буквально пару слов рассказать о каждом из них, да. DMP и Anti-Money London, то, что у нас внедряется, то, что у нас будет. Это супер-система, поверьте. Эта система, которая позволяет мне получить знания об абоненте, да. Единственное, чего я не знаю, или нет, две вещи, которые я не знаю об абоненте, это во сколько он просыпается и что он ест на завтрак. Все остальное, фактически, мы можем узнать из DMP. Где, что, когда, сколько и так далее. Бесценная информация, которая позволяет нам, соответственно, разрабатывать эти новые продукты. А платежная организация, как я сказал, это тоже у нас стоит в планах. Мы работаем над тем, чтобы создать собственную платежную организацию. Когда мы зарегистрируем собственную платежную организацию, по сути, у нас все будет нам, у нас в одном. И мы сами станем управлять вот этими мерчантами, торговцами, банками. Это будет все у нас под одним крылом. Потому что, как я сказал, количество абонентов, которые пользуются нашими сервисами, шестизначное число. Ради этого уже стоит это все выстраивать. У нас есть, как вы знаете, безусловно, билайн карта. Кстати, те, кто присутствует в зале, поднимите руки, у кого карта есть билайн. А на линке у кого есть карта билайн? Я думаю, у всех должна быть. Это здорово. Но в зале собрались фанаты. Фанаты. Ребята, я с вами. Я вас люблю, поэтому угощаю конфетами. Огромное спасибо. Это был, поверьте, очень сложный продукт. Это был пятый в мире продукт, который был вообще создан. Объединенный баланс карты и мобильного телефона. Когда у человека, по сути, на деньги, и там, и там. И можно отправить запрос, звездочка, 102 решетка, проверить баланс. Вставить карточку в банкомат. Как ни странно, увидишь одну и ту же сумму денег. Если, правда, между этими двумя событиями, ты не потратился на интернет за пределами своего бандла. И у тебя не списалось что-нибудь еще за это время. Карта. Карта мы сегодня выпускаем. Это пока предоплаченная карта. Что она позволяет делать? Это операция максимум 200 тысяч тенге. Но уже сегодня, как вы знаете, у нас есть хорошие мерчанты. Это Алиэкспресс. Уникальное предложение. Я был, честно говоря, очень горд и счастлив, когда нас пригласила Каспочта 7 ноября на презентацию их нового продукта. Совместный кобренд карта с Алиэкспресс, где кэшбэк составлял 1,5%. А 4 ноября за 3 дня до выпуска Каспочты Билайн объявил о том, что по его картам Билайн кэшбэк 7,5%. И Каспочта 7 ноября была не очень воодушевлена тем, что продукт у Билайна все-таки стал намного более интересным, чем у конкурентов. Это конкуренция на рынке. Это естественное развитие рынка. Мы конкурируем с нашими партнерами на рынке по телекому. Точно так же банки конкурируют между собой за клиентов. Мы создаем действительно уникальные предложения. И здесь мы, я думаю, что список мерчантов мы еще усилим, расширим. И в 2018 году смотрите внимательно за нашими объявлениями. Там будет еще масса-масса всего интересного. И в 2018 году сразу хочу сказать. Мы обещаем, что абоненты Postpay тоже смогут пользоваться картой Билайн. Ура! Аплодисменты в зале. Спасибо. Аплодисменты в зале. Аплодисменты в зале. Если взять все объемы платежей МФС. В пользу или как так. Куда чаще всего платят абоненты Билайн. Это 49% всего оборота МФС. 49% оборота у нас приходится на то, что абонентам очень удобно через мобильный телефон сделать ставки на спортивные события. Поэтому я очень рассчитываю на то, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России позволит нам многократно увеличить доходность МФС бизнеса. Ну и маленькая надежда на зимние Олимпийские игры в Южной Корее в начале 2018 года. Надеюсь, тоже народ будет делать ставки. Ставки, да. Коммунальные платежи, да. Народу очень нравится, нашим клиентам, абонентам очень нравится, например, делать оплату на онлайн игры. World of Tanks. Особенно, когда эти компании начинают объявлять некие подарки перед Новым Годом. Золото за пол цены. Танк Фердинанд за пол цены или бесплатно и так далее. Но бесплатно хуже. Там не возникает МФС. Лучше, когда за пол цены. Там мы платим. Там интереснее. Банковские сервисы. Мы сделали впервые. Это был, наверное, один из первых проектов вообще в группе Евразия. И, по-моему, даже такого не было в России. Мы начали выдавать деньги с баланса телефонов в банкоматах. Это вообще уникальная вещь. Именно этот продукт мы рекламировали в нашем ролике, который у нас выходил благодаря нашей замечательной команде «Маркетинга» летом этого года. И, кстати, для всех команд, которые сейчас присутствуют с нами на линке на YouTube, хотел бы сказать. У нас разработана очень хорошая линейка видеоматериалов, рекламных роликов, которые, наверное, по сути могли бы быть использованы или в качестве примеров, или в качестве идей, концепций для развития МФС. Мы готовы поделиться. Оффлайн-платежи. Наша интереснейшая тема. Скажу честно, мы запустили QR-платежи раньше, чем Сбербанк России. Они об этом говорят только в этом году. Греф объявил о том, что они идут в QR. Мы QR-ами уже занимаемся. Мы с этой технологией уже работаем достаточно активно. Как вы знаете, у нас сейчас проходит акция «Эко-такси», где за каждую вторую поездку при оплате Билайна мы возвращаем за вторую поездку до 1000 тенге. Но от чего я балдею больше всего, я надеюсь меня услышать, я буду так к микрофону подносить, то, что мне очень нравится. Когда вызываешь такси. Уважаемый абонент Билайн, экономьте на такси. Оплатите две поездки с помощью баланса телефона и получите обратно себе на балансе 1000 тенге за вторую поездку. Детали спрашиваете у водителя. Как платить? А вот здесь начинается небольшой челлендж. Потому что я сам езжу на этом такси регулярно. Именно езжу для того, чтобы водителю показать, как это работает. И я очень рад был тому, что сейчас, например, когда я сажусь в машину, я не запоминаю номер. Понятно, номера все разные. Но что мне нравится? Например, я прилетел вчера утром из Алматы в аэропорт Астаны. Стоят такси в ряд все. Я иду и ищу именно ту машину, проходя, вернее, тот поток предлагающих такси в зоне встречи. Я иду и ищу ту машину, где написано «Эко-такси». Второе, я смотрю, где висит наша замечательная бирка Билайн с QR-кодом. И иду туда. Хотя мне говорят «Нет, нет, нет, вам в другую машину». Нет, ребята, я поеду здесь, потому что они принимают Билайн. И вчера, что мне очень понравилось, два таксиста подошли к нему и говорят «А что у тебя там Билайн какой-то?» Он говорит «Да, вот такая штука». Так, пойду тоже получу, а то я пассажира теряю. Он стоял первым. А я пошел в седьмую машину. Это было интересно. Второй момент, понятно, что если мы сами не будем продвигать эти сервисы, не показывать это людям, они никогда об этом не узнают. Когда мы это показываешь, им это все нравится. Они горды тем, что когда им говоришь о том, что мы в Казахстане это сделали первые, и это работает, во-первых, возникает гордость за саму страну. Что мы обгоняем по технологиям даже очень многие страны. И они тоже готовы вовлечься в развитие и продвижение этой технологии. Вот это замечательно. Но начать надо с нас. Поэтому я всегда призывал всех наших коллег, будь то коллеги филиала, где у нас есть таксопарки, это Тарас, Шимкент, это уже много городов. Пожалуйста, тоже пробуйте, показывайте им, как это происходит, эта оплата. Вот только что, видимо, кто же… Спасибо, кто-то проехал в такси. Я понял. Пришла смс-ка. Вот такими продуктами мы занимаемся. Интересно было посмотреть на динамику роста. Если в 2016 году у нас мерчентов было всего лишь 40, то сейчас их уже более 400, в пользу которых можно платить. Если сервисов было всего 2 в начале 2016 года, то сейчас их уже 10. Если мы говорили о том, что у нас банки, партнеры, их практически не было в 2016 году, мы их только создали в 2017 году, мы построили эту экосистему. А теперь посмотрите на количество операций в месяц. Если в 2016 году это было всего лишь 60 тысяч операций, то сейчас без карты Beeline мы начали делить отдельно. По сути построили 2 экосистемы с карты Beeline и без нее. Потому что если я покажу, если вы видите, что с карты Beeline, то оборот с карты Beeline MFS в месяц составляет 4 миллиарда тенге. 4 миллиарда тенге проходит. Это огромная сумма. Но о чем это говорит? Когда мы проводили исследования, у людей одна из боязней была хранение деньги на балансе телефона. Правда? Мы с вами много раз общаемся с клиентами. Клиентский час. Я проводил клиентские дни, встречался face-to-face с клиентами в Алма-Ате. Спасибо огромное команде HR, команде исследователей. Те, кто позволил нам собрать клиентов и услышать от них тоже обратную связь. У всех одна и та же примерно боязнь. Положу деньги на телефон, оттуда деньги уходят, я их не контролирую. Они как песок между пальцами утекают. Хранить опасно. Насколько я знаю, на сегодняшний день, и вот мы разговаривали со штаб-квартирой, это реально стоит такая большая задача посмотреть более внимательно на МФС и тиражирование, по сути, масштабирование финансовых сервисов из Казахстана и иностранной Евразии. В очень многих наших компаниях, группа Евразии, деньги даже не находятся на балансе у клиентов, даже 15 дней в месяц. Меньше. То есть клиенты как раз дадут деньги только для оплаты сервисной, бандлы и так далее, буквально за день-два до списания этих денег. Потом балансы нулевые просто. Если посмотреть, был хороший вопрос, а зачем вообще оператору МФС? Смысл. Как бы ревень у большого не генерит, как таковой. Но есть очень интересное влияние МФС на арпу и доходность. Если посмотреть в среднем, арпу клиента, который не пользуется финансовыми сервисами, и арпу клиента, который пользуется, делает платежи, переводы и так далее, это отличается на 37%. Это с левой стороны, вы видите на графике. А с правой стороны, это карта Beeline. В 6 раз, в 6 раз арпу у клиента, держателя карты Beeline выше, чем средняя арпу Телка у оператора в целом. Классно, да? Вот это ради того, наверное, ради чего мы запускали эту карту. Не только потому, что у нее есть хорошие интересные фишки для клиентов, объединенный баланс и так далее. Но это реально генерит значительно дополнительно инкрементальная арпу доходность для нашей компании. Я не скажу сейчас, сколько это было в абсолютной величине, но это достаточно существенно, если брать, например, даже долю от чистого МФС. Вот это арпу, которую мы привели, по сути, за счет карты Beeline. Это новые абоненты, которые пришли в Beeline из других операторов только потому, что там есть карта. Они пришли ради этого, и они нам генерят арпу в среднем 5 644 тенге в месяц. Хотя, когда наш BI считал, да, цифры по тем абонентам, которые открыли карту раньше, там было еще выше. Не буду сейчас говорить сколько, но там было еще выше. Понятно. Вот с этим продуктом мы будем развивать дальше. Мы сейчас готовим интересные акции в Казахстане на 2018 год. Это и партнеры, и продвижение, и так далее. Это выполнение статистической цели, которую мы хотим достичь. И задача компании Cartel в 2018 году – это увеличение клиентской базы. Одним из элементов будет МФС этой базы. Когда будет правильный ответ, да, здесь заголовок слайда, да? Скоро, да, подождите, скоро. Но, прежде всего, хотел вам сказать еще одну вещь, да, и немножко похвастаться. Возвращаясь к карте Beeline. В этом году мы от компании Visa, поскольку карточка Visa, наш продукт был признан лучшим продуктом в Казахстане, за что компания Visa буквально позавчера, почему я ездил в Алмату не только, наградила нас дипломом за то, что мы сделали этот продукт. Это было здорово, вы знаете, это… Я хотел поблагодарить всю команду нашу, да? Да, всю команду наших продавцов, Мелов, Апио. Ребята, вы супер, вы молодцы. Я вас всех люблю так держать. Но в 2017 году мы были признаны действительно продукт года в Казахстане. Это наша совместная карта с Альфа-банком. Это было здорово. Если посмотреть немножко по статистике, да, у нас растет мало, у нас растут обороты, и мы уже выходим на очень серьезные цифры, так как это все будет происходить. Поэтому 2018 год у нас будет, конечно, достаточно таким сложным, challenging. Есть интересная стратегия, куда мы будем идти. Мы, наверное, будем идти, большей частью, наверное, больше в цементировании услуг финансовых сервисов, поскольку продуктовый ряд мы расширять сильно не будем. Но у нас есть стратегически интересные проекты. Я, наверное, очень рад тому, что, например, один из проектов, который был включен в Agile, да, Agile-команда, это стал проект по QR-платежам. Я видел, заходил к ребятам, да, видел эту Agile-команду. Я видел массу стикеров, обклеенных везде, на столе, на окне, да. Я хотел сказать только одно. Дай бог, чтобы это принесло все практический результат для нашей компании, да. Я верю, что это все получится, да, Agile-технология получится. Ну и, если я не ошибаюсь, да, последний слайд, да, я как раз иду вовремя по времени. Тот самый правильный ответ, да, который, наверное, не знаю, в джайве, да. Мне кто-нибудь справлял смс, я не видел, но я видел ваши глаза. В джайве есть. Я видел, да, ваши глаза. Ребят, спасибо, что не в телефоне. Я проверю сейчас сколько, но, давайте так, чтобы не держать интригу, да. Итак, правильный ответ. 245 372 абонента в этом году воспользовались сервисами МФС. Сейчас надо будет посмотреть, кто у нас победитель, да, и кто был ближе всех хотя бы, да, к этой цифре. Из тех, кого я вижу в смс-сообщении, ну да, коллеги, когда я говорил шестизначная цифра, да, это не полтора миллиона. Подождите. Это хороший таргет нам, но этот таргет у нас стоит на двадцатый год. Поэтому сразу скажу, что это не полтора миллиона. Но спасибо за надежду, да. Мы посмотрим потом в джайве, да, кто прислал, и я обязательно дам подарок. В качестве подарка, да, и приза от меня за то, что вы сегодня были замечательной аудиторией. Я хотел подарить книжку, скажем так, неоднозначного человека. Он мне нравится. Он мне нравится тем, что он неординарен. Да, сразу скажу, не Илон Маск. Сразу нет, да. Вот. Но человек, который, насколько я помню, вчера, по-моему, решил или предложил, да, Иерусалим сделать столицей Израиля, да, тем самым вызовав просто мировой переполох, да. Дональд Трамп, да, день, который никогда не издается. Очень интересная книжка, поверьте, да. Хотя бы понять, о чем думает человек, да, как он живет и он такой себя. Поэтому приз обязательно я определю, да, мы джайве посмотрим. Тот, кто прислал наиболее хотя бы близкий ответ, да, цифру к правильному ответу. Книжка уйдет в подарок, где бы он ни находился, да, будь то Казахстан, да, будь то другие страны, я обязательно отправлю и вышлю. Итак, это только начало. На будущий год, да, у нас стоят очень амбициозные цифры. И на будущий год мы планируем, что у нас эта цифра как минимум удвоится. И ежемесячно у нас пользоваться сервисом будут уже не 125 тысяч человек, да, а как минимум 320 тысяч. Что такое 320 тысяч, коллеги, да, это уже очень крутой банк в Казахстане. Поэтому мы идем к таким целям амбициозным, мы в это верим, с вашей помощью мы это точно добьемся. И, конечно, у нас сейчас безусловно, what, where, when и так далее. На самый главный вопрос, первый я уже, здесь я вопрос-ответы. На первый вопрос, который я уже ответил в самом начале, да, мне 46 лет. Да, вопросы, коллеги, если есть. Да. Я у тебя активным пользователем Билайн-карт. Как я понимаю, процесс устроен так. То есть запрос при платеже поступает в Альфа-банк, потом Альфа-банк запрашивает Билайн, если соответствующий баланс. И только после этого совершается транзакция. Да. Похоже, вот в этом месте возникают сбои. За два месяца пользования карточкой шесть раз отклонялся платеж якобы из-за того, что нет связи. Вот из-за чего попал уже в неблагонадежные плательщики, скажем, в Яндекс.Пси. Хотя баланс был. Вот этот вот процесс, взаимодействие между Альфа-банком и Билайн, каким-то образом сделать более надежным, чтобы не было вот этих сбоев. Спасибо. Можно я задам вам вопрос. Когда у вас была последняя неуспешная операция? Сейчас я вам отвечу на вопрос. Спасибо. Пока вы отвечаете, я расскажу немножко. Да, действительно, это очень сложный был процесс. Действительно, синтегрировать две системы, наш биллинг и систему банка, это было очень сложно. Это заняло огромное количество работы, команды работы и так далее. Действительно, сегодня мастер-баланс, как таковой, находится у нас здесь. То есть все, что мы вносим на карту, находится в Билайне, не в банке. Да? То есть, когда мы обращаемся, идет авторизация. Да, вы готовы? 28 ноября. 28 ноября? 28 ноября. 28 ноября. 28 ноября. Хорошо. Были проблемы определенные на стороне банка, потому что та шина, которая стоит в банке, в самом банке-имитенте, ее пропускная способность была достаточно ограничена. Банк сейчас уже реализовал очень многие доработки того, чтобы увеличить пропускную способность. Из-за затык было именно в том, что, по сути, рост количества операций приводил к тому, что очень узкое горлышко, да, заход на нашу систему. Что сделал на своей стороне банк, да? Он изменил конфигурацию, они сделали ряд доработок, перешли на другой канал. Второй момент, то, что мы делаем с нашей стороны для улучшения этого процесса, мы также сейчас переходим на другую систему авторизации. Ускорить этот процесс, да, тем самым, чтобы операции не выстраивались в очередь. То есть, когда у нас бывали сбои, да, то есть ваш сбой произошел не потому, что вам отказали в операции, да, это просто потому, что ваша операция встала в очередь на обработку. Как я сказал ранее, да, у визы есть очень четкое требование, да, в Новой Зеландии, когда мы рассчитываемся картой, да, 15 секунд максимум. Если за 15 секунд банк не отвечает, да, в Новую Зеландию, что разрешает сделать операцию, виза операцию отклоняет. Поэтому, когда вы делали операцию, да, 28 ноября, это значит, что где-то у нас произошла задержка, может быть, на одну секунду больше, да, чем 15 секунд. И уже виза ее отклонила, эту операцию, только потому, что пропускная способность шины. Но мы улучшаем этот процесс. Поверьте, у нас на сегодняшний день количество операций по карточкам в месяц, да, вот представьте себе, да, на 10 тысяч активных карт в ноябре у нас было почти 100 тысяч операций. То есть 10 операций на одну активную карту в месяц. Это очень много. Процент неуспешных операций снижается у нас практически ежедневно. Но в любом случае, спасибо вам огромное, что пользуюсь этой картой. Пожалуйста, сообщайте мне, когда у вас будет неуспешная операция, мы будем отслеживать сейчас каждые такие операции. Хорошо? Спасибо. Можно вопрос? Конечно. Смотрите, вы сейчас будете конкурировать с этими картами пластиковыми, как мастер, виза и так далее. Какую вы ожидаете обратную связь от них? Это же пошла мощная конкуренция. Проще телефону всегда заплатить, чем с собой эту карточку носить. Хороший вопрос. Спасибо. Смотрите, мы не конкурируем с визой мастером. Как я бы сказал, мы идем конкурировать, наверное, с банками. Мы идем конкурировать с банками. Мы забираем у них то, чего они не могут дать. Давайте посмотрим честно. Сколько раз с вами, поднимите руку, сейчас задам вопрос, подумайте. Сколько раз за эту неделю зарплатный наш банк, Фортебанк, коммуницировал с вами о чем-нибудь? Поднимите руку, кто получал какую-нибудь информацию от Фортебанка за неделю? Кроме эсэмэски о том, что ваша операция прошла. Спокойно. Это стандартная операция, это подтверждение, начали не все. А меня разговаривают, вообще не разговаривают банки. Я? А сколько раз вы получились за сегодня сообщение от Билайна? Много раз. Много, правда? И то, и другое, и комиссия, и информация, и так далее. Вот это один из аспектов, который является нашим преимуществом, по сути оператора. Мы чаще общаемся с нашими абонентами. Это раз. Почему мы с ними конкурируем? И где наши есть opportunities как-то таковые? Одна из возможностей, не скажу сразу, что это не криминальная вещь абсолютно, но многие абоненты хотят сохранять где-то свою анонимность. Почему мы говорим о том, что у нас сегодня в базе, да, 80% абонентов идентифицированы, да, 20% верифицированы. Но они хотят, сохраняя анонимность, да, делать операции. Соответственно, да, когда он делает операции с картой, да, это полная прозрачность операций как таковых, да. А он хочет это сделать анонимно. Поэтому он использует баланс телефона. Почему я вижу, что, например, беттинг, да, ставки на спорт чаще всего делаются именно с баланса. Это раз. То есть там, где мы конкурируем. Второй момент. У нас есть переводы, у нас есть другие сервисы, да. И очень важный момент. На сегодняшний день в Казахстане, конечно, растет рост безналичных операций, да. Но 75% операций сегодня по объему это снятие налички. Народ все равно снимает наличку, да. И не даст мне Вика Балдакова, если она с нами здесь на связи соврать, да. У нас огромный поток пополнений идет наличкой через терминалы, да. Зачем, да, называется нал, снять в терминал, вставить, да, и ею платить, да. Вот пока есть вот этот поток огромный нал, да, который мы за счет финансовых сервисов преобразуем безналичные платежи, здесь для нас огромное поле есть. Да, следующий вопрос. Сергей, добрый день. Добрый день. Как я беспокоит вас с самым ответом о кредитном контроле. Скажите, пожалуйста, нарастающий кэшбэк есть на рассмотрение такой вот как услуга? Ну, например, я пользуюсь, допустим, с джума, так, постоянно покупаю какие-то товары, да, у оптики, у какого-то продавца, или там заправляюсь где-то на автозаправке постоянно, да, кэшбэк там, допустим, у меня там 1-1,5% с одной карты, да, до определенного, да, 6-7%. Возможно ли, если я постоянно заправляюсь, там, какой-то порог лимита, то есть нарастающий, допустим, сегодня у меня кэшбэк там, 7%, ой, 1,5%. Ну, то есть дифференцированная шкала с повышающим коэффициентом, да? Да, 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 то есть мотивировать меня, постоянно пользоваться здесь. Ну, естественно, предел должен быть. Вот такой вот рассматривается у вас возможность. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите. Как я сказал ранее, да, почему я начал вот издалека, да, про вот эти вот межбанковские вознаграждения и так далее, и так далее, да. Есть момент какой-то. Я бы, конечно, хотел, да, как любой человек нормальный, да, как мы с вами, когда приходим в банк, да, что мы с вами хотим? Кредит под 1% годовых, да, а депозит под 100%, правда? Нам это интересно, да. Теперь посмотрим стороны банка, да, насколько банку это выгодно, да, банку это совсем не выгодно, потому что банку это минус 99%, да, если так брать, абсолютной величине. Кэшбэк формируется за счет межбанковской комиссии, да. Вот вы, наверное, видели, например, кто обратил внимание, например, ForteBank не начисляет кэшбэк за пополнение баланса на нашем сайте. Видели, да, информация была. Знаете почему? Потому что он получал размер межбанковского вознаграждения, да, полпроцента, а кэшбэк отдавал 1%. Сколько доход компании ForteBank, да, как математик математику, да, расскажу сразу, да, доходность. Но, тем не менее, давайте мы сделаем так, я вам сейчас не буду раскрывать все секреты, да. У нас не будет пока накопительного кэшбэка, поскольку доходность пока продукта, она, скажем так, на этой стадии пока мы не смотрим, да. Мы смотрим сейчас больше на то, чтобы использовать эту карту как инструмент для завоевания новой базы, да, решения стратегической задачи. Ну, я хочу сразу вас всех подготовить к тому, что, да, пожалуйста, следите внимательно за новостями, особенно в марте 2018 года. Там будет такое, да, что вы забудете про накопительный кэшбэк. Хорошо? Спасибо. Сергей, можно вопрос, да? Да, конечно. Вопрос по увеличению лимита с 200 и выше. Будет ли, если будет, то когда? Спасибо. Лимит 200 тысяч тенге установлен не нами, он установлен Национальным банком Республики Казахстан, поскольку у нас карточка предоплаченная. То есть мы сделали, пошли на предоплаченную карту, потому что бы ее сразу выдавать в отделении, да, и она не именная. Если бы мы выдавали карту именную, полноценную, дебетную, да, с обращением в банк, открытие счета и так далее, это был бы очень сложный процесс для клиента, да, и занимало бы это не 10 минут, да. Я, например, сам, например, карту получал в Форте-банке, да, простите меня Форте-банк, да, но я карту от момента подачи заявления до получения пластика у меня заняло 14 дней, да, мы клиенту выдаем карту сразу. Поэтому 200 тысяч тенге, да, есть лимит, но это зато решает вопрос мгновенной выдачи карты. Но в плане того, что мы хотим развивать линейку продуктов Beeline, и 22 числа мы будем с Александром Комаровым и Олегом Алдошином обсуждать дальнейшую эволюцию, мы идем к тому, что у нас будет полноценная дебетная карта, а вот там уже не будет никаких лимитов на операции вообще. Поэтому следите за новостями, мы сообщим. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Мария. Спасибо вам большое за мастер-класс. Очень интересного слушать. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будет соглашение между нами и Альфа-банком о том, что нам не нужно будет идти ножками в Форте-банк, писать заявление у менеджера и ждать, когда нам дадут разрешение на ПТП переводы на карты, именно российские карты. С нашей карты Beeline. То есть у меня вот такая вот проблема была в прошлом месяце, я не знала. Спасибо вам, что вы мне быстро помогли. Мне пришлось идти в банк. И там еще долго объяснять менеджерам, что я от них хочу. А можно вот такой... То есть вы это уже сделали, да? То есть вы эти операции уже проводите, да? Если вы мне помогли, это все просто меня как бы интересует, когда у меня просто еще не одна из карт Beeline, хотелось ими тоже активно пользоваться. Смотрите, я... Да, спасибо. Смотрите, суть какая. Значит, этот процесс уже отменен. Поэтому, ради бога, извините, что вы не дождались отмены, да, этого процесса, но он уже отменен. И сегодня, да, если кто-то хочет попробовать, да, то есть можно уже сегодня, да, сделать это все без обращения в банк. Без написания бумажек, да? Вот так, в субботу, в субботу, да? Вот суббота же была, прошедшая. Я нечаянно пополнила баланс не на ту карту, с которой у меня были разрешены переводы именно на карту российского банка. Мне система не дала, мне вышло предупреждение, что просим вас обратиться в банк. Ну, что-то там такое. И мне пришлось переводить деньги с одного баланса на другую. И потом уже решим. Смотрите, это можно реализовать уже не ходя в банк, не заполняя никакие бумаги, просто по звонку в банк, да? По номеру телефона. 25... Я понял, да? Смотри, давайте, я понял, если можно, да, мы с вами... Я бы хотел сказать всем, да, коллеги, если у вас в банк уже ходить не надо, да, то есть мы идем в Paypaless, да? Это все можно уже решить по звонку в банк, снять это ограничение, да? Конечно, странное ограничение, скажу честно, странная Альфа-банка, да? Но каждый банк свои правила, правда? Устанавливает. Где-то так, где-то так. Вот Альфа-банк установил правила такие игры. Мы с ними улучшили хотя бы тем, что можно просто сделать по звонку в банк, да? Ну, что я хотел сказать, вот еще одна интересная вещь, такой лайфхак, да, если интересно, для других людей. Например, я летел из Минска, да, кстати, летел со мной рядом парень из Караганды, который работает в Минске. В Минске есть хорошая большая компания, айтишная, ЕПАМ называется. Вот, она оттуда. Как в Wargaming, да, ЕПАМ, это все белорусские компании. Он из Караганды в Минске, мама в Караганде, да? Говорит, я маме постоянно пересылаю деньги, да? Заработал, пересылал деньги. Я говорю, сделай себе карту. У него есть номер телефона, да, карточку дай маме. И не надо ничего пересылать. И не надо платить полтора процента за пересылку. Ты баланс пополнил здесь, мама пошла, в Караганде сняла деньги или расчистоталась в этом самом, да? Он после этого заказал бутылку вина, и мы с ним еще выпили за это дело. Говорит, ты мне сэкономил просто огромное количество денег, да? Вот это вот тот самый вещь, да, которую мы можем предложить нашим клиентам, да, не только переводы. Я здесь, три карты к балансу, да, раздать всем. Например, моя жена в Минске, да, у нее карты Билайн тоже. Она ходит там, там ее платит. Полтора процента я собираю, я ей деньги не перевожу. Я пополнил баланс здесь. Класс, правда? Клей, давайте еще один вопрос на линке и... Сергей, можно? Денис, да, конечно. Я слушаю. Сергей, Алматы, Алишер, добрый день. Наши конкуренты и операторы на сегодняшний день по диджитализации, как далеко позади от нас, и на каком у них этапе вообще видения и развития тоже, так сказать, мобильно-финансового сервиса в Казахстане? И как это будет выглядеть? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Коллеги, смотрите, к сожалению, они тоже не спят, да. К сожалению, они тоже уже начали заниматься потихоньку финансовыми сервисами, да. И к еще большему сожалению, да, они используют того же партнера, с которым работаем мы, да. И это все, я говорю, к сожалению. Поэтому у нас сейчас вопрос какой и, самое главное, наша задача, да. Пока у них очень маленький набор сервисов. Намного меньше, чем у нас. Намного меньше. Наша задача сейчас максимально использовать наше конкурентное преимущество, да. И первыми зайти, и первыми-то предложить клиентам, и предложить клиентам их же, да, то есть этого же оператора, наши сервисы, чтобы он стал нашим клиентом. Что мы с ним будем делать, например, 1 февраля, пока не скажу, но такое, да, что я вообще надеюсь, что Алмата просто придется перекрасить в желто-черный цвет не только бордюры, да, и указатели на дороге, да. Билайн, но и весь город, да, вот. Но сразу они, да, они не спят, и они уже тоже активно идут в финансовые сервисы, понимая, что, как и мы, это трансформация, да, доходы, к этому придем. Мы первые, надо этим воспользоваться. Если мы не воспользуемся этим, проиграем. Коллеги, спасибо еще раз огромное. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Спасибо.